С правой ноги назад и раз, два, три. Все правильно. Держать квадрат, думать с какой ноги шагнуть, следить за руками и спиной, даже отработка базового шага дается не просто для нулевого новичка. Но руководитель студии ДЭКа Екатерина Сысоева уверяет, что для постановки несложного свадебного танца хватит и четырех занятий. Для любителей, конечно, движение и ритмический рисунок упрощают. Вначале шаг, потом руки, потом контакт с партнером и наклоны. Так вырисовывается готовый танец. В танго, конечно, много разнообразных движений, но самое главное и важное – это отработка резкого поворота головы. В этом фишка танца. Профессиональные танцоры отрабатывают поворот головы часами. Он экстремально резкий, подчеркивает Екатерина. Показатель – волосы партнерши. Они должны быть в постоянном движении. Если хвост или локоны замерли, значит, с танцем что-то не так. Три, четыре и выставить. И семь, восемь и раз. Для того, чтобы блистать на профессиональном паркете, четырех занятий точно не хватит. Не хватит и года. К танго танцоры приступают на третьей ступени обучения спортивным танцам. Множество ритмичных рисунков, которые не повторяются. Быстрые ритмы, резкие шаги, при которых нужно четко держать корпус и быть в контакте с партнером. Все это высочайший уровень мастерства. Очень мощное, быстрое передвижение по паркету, что добавляет вот такой энергетики, да, страстности исполнения. Очень резкие, порой экстремальные повороты головы, совмещение различных наклонов в одной фигуре. При этом надо еще сохранить так называемый контакт между партнером и партнершей, именно физический. И, в общем, это все делает танго очень физически таким затратным танцем. У танцоров в студии ДЭКа множество наград и регалий. Это результат ежедневных многочасовых тренировок. Порой они занимаются до позднего вечера, а школьные уроки делают уже ночами, рассказывая о своих подопечных Екатерина. Вот так выглядит страсть к танцам, без которой настоящая танго не заиграет смыслами. Но чтобы танцевать для себя, для души достаточно нескольких часов в неделю и желания. В конце концов, аргентинская танго, родоначальник спортивного, так и зарождалась. Чистая импровизация в южноамериканских портовых городах конца 19 века. Уставшие рабочие мигранты вечерами танцевали в небольших салунах. Чуть позже танец стал парным и разлетелся по всему миру, найдя поклонников в каждом уголке земли.